По торговой 20 до начала выполнения подготовительных работ за счет и по заказу заказчика было выполнено техническое заключение состояния и конструкции прилегающих домов. Определено их техническое состояние, процент износа и на сегодняшний день по заказу города Одесской государственной академии строительства и архитектуры выполняется техническое заключение о состоянии конструкции на сегодняшний день и о влиянии выполняемых работ, о причинах обрушения. После получения этих документов и при их сопоставлении можно будет делать выводы о дальнейшей судьбе этого дома. По нашему управлению, начиная с того момента, как мы получили полномочия в октябре 2016 года, разрешительные документы никакие не регистрировали по этому дому вообще. Дом является памятником архитектуры. С 2017 года, с июня месяца, у нас забрали полномочия проводить проверки на данном адресе. Но у нас, честно говоря, и жалобы по этому адресу никакие не заходили. По разрешительным я сегодня проверял, ну ничего, с 2016 года. Там действительно были выданы градостроительные условия ограничения на реконструкцию строений. Были через, по-моему, электронной кабине зарегистрированы уведомления о начале строительных работ. Мы еще при наличии полномочий провели проверку, выявили несоответствие. То есть объект реконструкции находился в охранной зоне памятника архитектуры. И второе, не выдержаны были противопожарные разрывы при проектировании нового объекта. В связи с этим была проведена проверка, проектировщик был оштрафован, и уведомление о начале выполнения строительных работ было, ну его регистрация аннулирована. То есть на сегодняшний день разрешительных документов на выполнение строительных работ по данному адресу нет.